Сумасшедшие! Слышат они в эти дни. От Сахалина до Калининграда 20 тысяч километров. Вся страна. Даже самолету потребовалось бы 12 часов. Они же по воздуху лишь доберутся до материка. Жаль, мотоцикл заставляют паковать в деревянные ящики. Разбирайтесь, жалко. Как в гроб закалачены. Вот место, где о них перестанут говорить сумасшедшие и скажут наши. От московского байк-центра 29 июня отъедет колонна. Тысячи мотоциклистов из сотен городов. Мотоцикл хирурга всегда идет первым. Поехать на байк-шоу в Калининград вот так за спиной у главного байкера страны мечтала бы любая из тысяч поклонниц байкерского движения. Но в этот путь ночные волки берут с собой только самых отважных и крепких спутниц. Эта дорога не для слабонервных. Километры дорог, короткие остановки в поселковых кафе. Тяжело даже для мужчин. Но это редкая возможность почувствовать себя своим среди ночных волков. Самый известный, но и самый закрытый российский клуб. Проспекты, мемберы и хендераунды. Все это ступени в тайной иерархии. Понять, кто есть кто, посвященный может по знакам на жилетах. Чтобы дослужиться до этих знаков, иногда требуется несколько лет. А одолжить, скажем, у друга поносить, лучше не рисковать. Это как военная форма. Фантазировать можно с мотоциклами, но соблюдай железное правило. Стиль Чоппер. Посадка воина на коне, слегка откинувшись назад. Легкие юркие спортбайки, которые заставляют пригибаться к рулю, здесь пренебрежительно именуют креветками. Мощнейшие модели спортивной серии переделывают под себя. Здесь вынесенные ноги вперед, что в принципе на мотоцикл с спортивным мотором никогда не делается. Но я не думаю, что мотоцикл напоминал все-таки лошадь, а человек, сидящий на нем, викинга, рыцаря, если хочешь. Когда-нибудь хирург передаст этот амулет, знак верховной власти клана, своему наследнику, имя которого тоже до последнего будут держать в строжайшей тайне. Дисциплина. Калининградское крыло ночных волков, например, сейчас днюет и ночует на Дивау. Старый немецкий аэродром. С 1 по 3 июля здесь будет байк-шоу. Ночные волки делают все сами. От творческих идей до черновой работы. Рыбят каскадеры, будут окон с этих баги проламывать, будут прыгать. Последние порции шнапса смакуют берлинские байкеры. В дороге ни капли. Железное правило. Такое же, как и обязательный шлем на голове. Немецкая педантичность, а может, просто мудрость. Немецкая делегация самая старшая. Бранко шутит, что кое-кто из них помнит те времена, когда Калининград назывался Кёнигсбергом. Бранко поведет колонну. На это время ему дается почетнейшее звание. Кэптен Ро. Капитан дороги. Я поведу их через Польшу. Там к нам присоединится колонна польских байкеров. А на российской границе нас уже встретят хозяева, россияне. А раньше всех в дорогу выдвигается знаменитый бензовоз. Копия бензовоза из картины «Мэтт Макс», культового для байкеров фильма. Участник всех последних байк-шоу, он давно привык и к дальним переездам, и к ослепляющему лазеру, и к языкам пламени, без которых не обходится ни одно байк-шоу. Олеся Кузина, Оксана Семенова, Олег Грознецкий и Олег Мигунов. Первый канал.